В эфире информационная программа новости в студии Виктория Буханцева. Здравствуйте! Сегодня журналисты Оркен Мидия подводят итоги недели. И вот чем она запомнилась. Встречная полоса вблизи Балхаша столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Пострадали 8 человек. В условиях гололеда не справился с углевым управлением. Сезонное омоложение в Балхаше начали обрезку деревьев. Обрезаем верхнюю часть, макушку, так как она мешает жильцам. Пагубная привычка, как курение влияет на организм и как избавиться от табачной зависимости. Нехватка кислорода в мозг, нехватка кислорода в общий организм. Вблизи Балхаша столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Пострадали 8 человек. Авария произошла около полуночи в районе станции Сарашаган. На 536-м километре трассы Алматы-Екатеринбург столкнулись автобус и грузовик, которые ехали в сторону Алматы. В салоне первого были 15 пассажиров и два водителя. В результате аварии в больницу Приозерска госпитализировали 8 человек. Жители Кыргызстана и Таджикистана. Четверо находятся в реанимации с травмами головы, переломами грудной клетки и конечностей. Один в крайне тяжелом состоянии. Еще четыре пострадавших на стационарном лечении с черепно-мозговыми травмами. Предварительный виновник ДТП – 38-летний водитель автобуса. 38-летний водитель автобуса по предварительным данным в условиях гололеда не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со следовавшим попутным направлением прицепом автомашины «Вольво». По данному транспортному происшествию назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. 13 случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией выявили в Балхаше с начала года. Большинство заболевших – мужчины. Всего за 10 месяцев 2019-го обследования на ВИЧ прошли больше 9 тысяч человек. В 13 случаях анализы показали положительный результат. Среди выявленных один иностранец, остальные – жители Балхаша. Диагноз подтвердился у 9 мужчин и 4 женщин, большинство в возрасте от 30 до 39 лет. Самые молодые пациенты в возрастной группе 20-29 лет. Есть и старше 60. Пожилой мужчина готовился к операции и обязательный анализ показал у него ВИЧ-инфекцию. В 9 случаях заражение произошло через инъекционные наркотики, в остальных – половым путем. Все выявленные люди, они становятся на учет в центре СПИД по городу Балхаш. Эта процедура совершенно бесплатная, как для граждан Республики Казахстан, так же и для оралманов. У нас есть лечебный отдел, врач-инфекционист и медсестра, которые наблюдают за этими пациентами. Бесплатно выдаются им антиретровирусные терапии. На сегодняшний день 59 человек у нас состоят на учете. В этом году зарегистрирован небольшой рост выявления ВИЧ на два случая. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в городском СПИД-центре с 18 ноября всю неделю будут проходить Дни открытых дверей. Кроме того, при организации постоянно действует пункт доверия для лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Они могут получить анонимную помощь специалистов, сдать анализ на ВИЧ и получить одноразовые шприцы и средства контрацепции. С 18 ноября Центр СПИД города Балхаш, который находится по адресу Казбекова, 25, сообщает жителям нашего города о том, что у нас будут проводиться Дни открытых дверей, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД, где каждый житель города Балхаша, а также гость может прийти к нам в Центр СПИД, получить информацию, получить бесплатную консультацию специалиста, а также сдать анализ крови. Вопросы религии сегодня обсудили с работниками завода. На предприятии побывали теологи из Караганды. Деструктивные религиозные течения – главная тема встречи. Как огородить себя и близких от их негативного влияния, рассказали специалисты по вере и привели конкретные примеры. По словам теологов, молодежь сейчас получает много информации о религии из интернета, но она не всегда является достоверной. По таким вопросам гости рекомендовали обращаться к священнослужителям, чтобы не попасть под влияние экстремистов. И спрашивать, как у него дела, знать, кто у него друг, с кем он общается, о чем они говорят. После карагандинские теологи поговорили со студентами в многопрофильном колледже и подняли вопросы религиозного воспитания. Родители должны наставлять и направлять детей в вопросах веры, а молодежь, в свою очередь, должна быть осторожнее с распространением сообщений и видео на религиозную тематику. Ведь за пропаганду экстремизма и терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Бюст Сакена Сейфулина перед школой гимназии номер 7 обновили. Торжественное открытие скульптуры организовали по программе «Рухани Жангру» и в честь 125-летия казахского поэта. В мероприятии приняли участие внучат и племянник писателя Сакен Оренбекула, историк Марат Апсиметов, аким города и учителя. Гимназии номер 7 имя Сакена Сейфулина присвоили в 1994 году. Тогда к его столетию перед учебным заведением установили бюст поэта. Спустя 25 лет скульптуру обновила ассоциация выпускников школы. Бывшие ученики реконструировали фундамент бюста и нанесли на камень стихотворение писателя. После торжественного открытия к монументу возложили цветы. После гостей пригласили в школу. В холле ученики прочитали произведения писателя, учителя представили кабинет Сакена Сейфулина. Материалы и дубликаты экспонатов для него школьники собирали во время поездки в родные края поэта и посещения музея в Нур-Султане. В совершении показали драматическую постановку о жизни Сакена Сейфулина. Мы ездили в родные края Сакена Сейфулина. Было интересно все увидеть своими глазами. Еще побывали в музее, где смогли посмотреть рабочий кабинет писателя. Экспонаты, его пишущую машинку, саквояж и многое другое. В Балхаше начали обрезку деревьев. К ежегодному омолаживанию растений во дворах приступили работники Балхаш-Универсал. Они срезают сухие ветви после одобрения большинства жильцов и разрешения дела ЖКХ. Продолжение темы у Акмарал Куатбековой. Девятый дом по улице Сатпаева стал первым в списке осеннего омоложения деревьев. На территории двухэтажки больше десяти деревьев с сухими ветками, которые мешали проезду автомобилей. Решить проблему нависшего сухостоя вышли работники Балхаш-Универсал. Спустя час местные растения приобрели новый вид. Сегодня мы сделали обрезку 11 деревьев. Заявку подали жители дома. Во время работы территорию огородили. Ветки спилили бензопилой. После сухостою мы убираем и вывозим. Процедуру омолаживания деревьев проводят по обращению балхашцев. Для этого нужно собрать согласие 70% жильцов дома и написать заявление в отдел ЖКХ. Специалисты проверят растения и выдадут разрешение на обрезку. С 1 ноября на сезонную стрижку поступило больше 50 заявок. На данный момент у нас имеется около 20 адресов. Работаем по графику строго. У нас имеется 4 бригады. На каждом участке по одной бригаде. В основном обрезаем верхнюю часть, макушку, так как она мешает жильцам. И на двухэтажных домах в основном кровлю портят. Обрезку деревьев проводят два раза в год – в ноябре-декабре и с марта по май. В это время деревья засыпают, а после омоложения весной дают новые побеги. В день специалисты обслуживают несколько дворов города. Больше 10 миллионов тенге выделили в этом году на вакцинацию и диагностические исследования скота. Животных привили против сибирской язвы, эмкара и надулярного дерматита, чумы верблюдов, бешенства собак и мыта лошадей. Все эти работы уже завершили. Специалисты взяли почти 13 тысяч проб крови для исследования на бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней и собак. В этом году на учет поставили 4300 голов и вакцинировали больше 19 тысяч животных. С прошлого года в список прививок добавили надулярный дерматит. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий в году завершено. За этот период острого инфекционного заболевания не зарегистрировано. Также по исследованиям животных положительно реагирующих не выявлено. В городе благополучная эпизодическая обстановка. Также ведется ветеринарный контроль за торговыми точками на центральном рынке ежедневно, а на сельскохозяйственной ярмарке еженедельно. С начала года провели больше 300 проверок, выявили 32 нарушения и выдали столько же предписаний. В лабораториях исследовали на безопасность больше 400 говядины, около 200 тонн баранины, конины и свинины, почти 10 тонн молочной продукции, 200 тысяч штук куриных яиц и не только. На функционирование и содержание скотомогильников из местного бюджета выделено 4 миллиона тенге. У нас три лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Это на центральном рынке, на убойном пункте Агрикоэд, это бывший мясокомбинат, и зональная ветеринарная лаборатория, это возле вокзала. Нарушений в этом плане выявлено не было. Скоро во всем мире отметят Международный день отказа от курения. Его главная цель – привлечение внимания общественности к негативным последствиям табака. Каждые 8 секунд в мире от сигарет умирает один человек. Как избавиться от пагубной привычки и как курение влияет на организм, узнавали журналисты Оркинмедиа. Руслан Искерханов все свое время посвящает работе. Ему не нужен перерыв для перекура. Вот уже 11 лет, как он отказался от вредной привычки. В прошлом курильщик с 6-летним стажем свою первую сигарету попробовал в 12 лет с друзьями во дворе. Бросил перед совершеннолетием в течение года. Это было мне лет 12, все во дворе ребята закурили. Я один из последних, кто закурил во дворе. Все курят, ну естественно, и ну давай попробуй. Как бросил, сменился круг общения получается. И там в этом кругу никто не курил. И побуждали бросить курить, тоже приводили доводы, что это, во-первых, для здоровья плохо. Во-вторых, это получается экономия. Длительное курение вызывает сужение сосудов, которые приводят к тромбам и развитию атеросклероза. Ускоряются процессы старения в организме, что отражается на коже, зубах, волосах, костях и даже зрении. Кроме рака легких, курение может быть причиной еще 12 видов рака. Наиболее распространенные из них – рак гортани, мочевого пузыря, полости рта, поджелудочные железы, почек, пищевода и лейкоз. Длительное употребление табака приводит к постоянной гипоксии. То есть постоянная нехватка кислорода. Нехватка кислорода в мозг, нехватка кислорода в общий организм. Это приводит опять-таки к заболеваниям, связанным именно с дыханием клеток. По статистике, в Казахстане курит каждый третий житель. Расставаясь с сигаретой, важно помнить, что никотиновая зависимость исчезает в среднем через месяц. Психологическая же остается около полугода. Ускорить процесс помогут бег, плавание, танцы, йога и новое хобби. Это позволит отвлечься от мыслей о курении. И лучше отказаться от острого, жареного и соленого. Такие продукты раздражают рецепторы и вызывают тягу к никотину. Ахмарал Гуатбекова, Ержан Бекена, Форкен Медиа. И это еще не все. Впереди вторая часть выпуска. Не переключайтесь. Моральная проверка. Эксперимент журналиста Форкен Медиа ко Всемирному дню добра. Здесь вы можете мне дать 60 тенге на проезд. Я просто кошелек дома оставила. Победное выступление. Балхашские танцоры стали лучшими на международном конкурсе. Сказал, что это очень высокий и сильный уровень исполнения. Афиша событий в Балхаше пройдут бесплатные представления Театра Сатиры. Продолжаем выпуск. На этой неделе прошел Всемирный день доброты. Практические исследования показали. Когда человек делает что-то хорошее, его мозг вырабатывает большое количество эндорфинов. Повышается уровень лимфоцитов и расширяются сосуды. А это ведет к правильной работе сердца. Наши журналисты решили провести эксперимент и проверить доброту жителей города. Что из этого вышло, смотрите в следующем материале. По сценарию девушка оставила дома кошелек и просит у прохожих дать денег на автобус. В роли забывчивой особы – журналистка Оркен Медиа. С просьбой о помощи она подходит к людям на остановке. Здесь вы можете мне дать 60 тенге на проезд. Я просто кошелек дома оставила. Первые же участники эксперимента согласились помочь. Некоторые говорили, что тоже оказывались в подобной ситуации. В итоге в стороне от трудного положения нашей героини не оказался никто. Были и отказы, но только по причине того, что просто не было мелких денег. Помогать надо всем. Мы все люди друг другу должны помогать. Без этого как, без этого никак. Оказалось, что творить добро для болхарцев – дело привычное. Большинство жителей города стараются помогать людям по возможности. Стараюсь делать добро. Соседям помогаю. Магазин где-то сходить, где-то что-то заплатить за квартиру. Ну, вот в такой магазин. Я по долгу службы своей работаю в Совете ветеранов городского. Поэтому мы там, конечно, оказываем большую помощь и поддержку наших ветеранов. Помогаем им при посещении на дому. Помогаю родителям, сестре и всем, кому хочется. Ну, наверное, может быть, но не постоянно. Я обычно приобретаю добро к людям. Не так уж и часто в нашем мире это тяжело. Но если люди относятся ко мне добро, я также отношусь к ним. Ахмарал Кладбекова, Виктория Буханцева, Ержан Бекена, Фуркин Митин. Незрячие и слабовидящие жители Балхаша пели и играли на музыкальных инструментах. Концертную программу подготовили к Международному дню слепых. Дату отметили в зале школы искусств. В городском обществе слепых состоят больше ста человек. Это балхашцы от 18 лет и старше. Большинство из них работают на учебно-производственном предприятии швеями, щеточниками и намотчиками. В цеху женщины шьют нательное и постельное белье и рукавицы, а мужчины изготавливают инструменты. В стенах общества незрячие и слабовидящие балхашцы общаются, играют в шахматы, шашки и готовят музыкальные номера. А в праздники их поощряют подарками и продуктовыми корзинами. Наша общество добровольное, поэтому я хочу призвать всех тех инвалидов, которые сидят дома, которые нигде не участвуют. В общем, грубо говоря, забились в уголок и сидят, как говорится, чешут свое самолюбие. Да ой, я слепой, ой, я никому не нужен. Ничего подобного. Все нам нужны. Балхашские танцоры стали лучшими на международном конкурсе фестиваля «Звездный листопад». Музыкальное соревнование проходило в Караганде. Его участники состязались в пяти категориях. Балхашский ансамбль современного танца «Сити Дэнс» выступал в номинации «Хореография». На сцену вышли 28 человек. На суд жюри они представили 9 танцев. Композиция в стиле джаз-модерн, дуэт и два сольных номера, которые исполнили Нарги Сембина, Зарина и Акер Кежинес, завоевали гран-при конкурса. Кроме того, в копилке балхашских танцоров два первых и три вторых места. В жюри был Низам Каримов, это экс-солист балета Тодеса, который оценил исполнение девочек, сказал, что это очень высокий и сильный уровень исполнения. Все номера у нас исполняются в таком стиле современного танца, как джаз-модерн. Каждый номер у нас рассказывает историю. Балхашских футболистов признали самыми результативными на первенстве области среди любительских команд. Игроки «Металлурга» выиграли три номинации из пяти – лучший вратарь, защитник и нападающий. Напомним, первенство области по футболу стартовало в начале лета. Его участниками стали девять команд, которые играли в два круга. Балхашский «Металлург» провел 16 матчей, 13 из которых выиграл и 3 проиграл. Наши футболисты набрали 39 очков и заняли второе место в турнирной таблице. На первом уже несколько лет непобедимый Гефест, а на третьем – Горняк. По итогам первенства игроков «Металлурга» наградили в трех номинациях. Лучшим вратарем по результатам голосования стал Тимирлан Марат. Звание лучшего нападающего получил Хидияулы Махмадов, а лучшим защитником признали Ельдоса Шарафинова. Голосовали, получается, тренера из разной команды. Наша команда выиграла из пяти номинаций три номинации. Лучший бомбардир и лучший полузащитник получили команда «Гефест». Такие номинации мы раньше не занимали, но это первый раз. Мы старались и хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. В ближайшую неделю в городе стартует чемпионат области по каратэ до шатакан и начнется спартакиада по волейболу. Болхашцы увидят представление театра «Сатиры» и фильм о первой плавке меди. Подробнее в афише. В понедельник, 18 ноября, балхашцы увидят представление казахского театра «Сатиры». Во Дворце культуры выступят артисты унир-карандары. Развлекать зрителей актеры театра будут в 12 часов дня, в 15.00 и в 6 часов вечера. Вход свободный. 20 ноября почетный металлург Балхаша Шозлоспа и Успана встретится с молодежью. Будущим специалистом мужчина расскажет о тонкостях профессии и ответит на вопросы студентов. Встреча пройдет в городском музее в 11.00. В следующую пятницу, 22 числа, в городском музее расскажут, когда в Балхаше получили первую черновую медь. О дебютной плавке покажут видеоматериалы. Окунуться в историю можно с 11 утра. В эти выходные в городе стартует чемпионат области по карате Доши Токан. Среди подростков на татаме выйдут спортсмены из Балхаша, Караганды и не только. Соревноваться каратисты будут в зале Дю США. Два дня. Начало в 10.00. В понедельник юношские сборные начнут играть в волейбол. Бороться за мяч под сеткой команды будут в течение двух недель. Игры пройдут в залах 2 и 15 лицеев в 15.00. В завершении выпуска о самых громких и интересных событиях страны и мира за неделю. Рубрика «Дайджи» с Далее. Громкое дело. Известный российский ученый расчленил свою студентку. Шокирующее преступление произошло в Санкт-Петербурге. Из реки в центре города вытащили пожилого мужчину, в рюкзаке у которого находились отрубленные женские руки. Задержанным оказался известный российский ученый, доцент исторической кафедры СБГУ Олег Соколов. Он специалист по военной истории Франции, член научного совета Российского военно-исторического общества. Полицейским 63-летний ученый признался, что засредил во время ссоры свою студентку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Два дня тело 24-летней девушки находилось в квартире, где жила пара. Затем доцент купил пилу и расчленил труп. Его задержали как раз тогда, когда он выкидывал в воду конечности студентки. Остальное, в том числе отрезанную голову, нашли в квартире ученого. Другой вид. В Казахстане утвердили новые формы и образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Визуально дизайн прав претерпел небольшие изменения. В новом варианте микросхема располагается с оборотной стороны документа. В чип планируют вносить биометрические данные владельцев транспорта, отпечатки пальцев. При этом объем памяти увеличат. Заметно изменилось оформление казахстанских техпаспортов. На обратной стороне также появится чип, куда внесут данные об автомобиле и владельце транспорта. Для исключения подделок появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменятся цвета. Новые водительские документы начнут выдавать с 2020 года. При этом старые будут действительны в течение всего срока своей службы. Электронная зависимость. Жительница китайского города Шэньчжэнь ослепла на левый глаз из-за того, что слишком много пользовалась смартфоном. Девушка всю ночь играла на своем мобильном телефоне. На следующее утро она проснулась и поняла, что ничего не видит левым глазом. Китаянка обратилась в больницу. Ее врач сообщил, что на сейчаске есть сгустки крови, из-за которых она не может видеть. Доктор объяснил, что физическое перенапряжение глаз привело к разрыву кровеносных сосудов. Медики при помощи лазера сделали маленькое отверстие в сетчатке и убрали лишнюю кровь. Китаянка восстанавливается после процедуры. Зрение к ней вернулось. Победный маневр. Казахстанский боец ММА редким приемом задушил соперника. Отечественный спортсмен Ярнас Мусабек вышел в полуфинал чемпионата мира, который проходил в Бахрейне. За путевку в одну-вторую финала турнира Мусабек встречался с хозяином октагона Мансуром Магомедовым. Поединок завершился уже в первом раунде, когда каталстанец поймал соперника на гогоплату. Это удушающий прием. Суть которого заключается в давлении голенью на переднюю поверхность шеи оппонента. При этом соперник попытался выбраться, однако разорвать захват ему не удалось. В итоге Магомедов потерял сознание, после чего рефери остановил бой. Такой была эта неделя глазами журналистов Уркин Медиа. Смотрите новости на канале по будням в 20.15 и делитесь интересными темами по номерам на экране. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова